Итак, всем привет! И в этом видео я бы хотел показать, как можно задеплоить простой React-приложение простыми способами. Для начала вам нужен какой-то хостинг, вам нужно какое-то доменное имя, чтобы разместить свой сайт в интернете. Вам нужны какие-то сертификаты, чтобы ваш сайт, например, передавался по протоколу HTTPS. Давайте я все это покажу немного. И в принципе все просто, есть разные хостинг-провайдеры, которые предоставляют разные услуги, платные и бесплатные. Например, вот этот хостинг бесплатный. Здесь можно посмотреть, какое имя используется или нет, если вы хотите какой-то свой сайт. Можно здесь же создать доменное имя, зарезервировать его под вас. Сейчас можно создать бесплатный SSL-сертификат, который вам поможет автоматически, если вы будете использовать данный хостинг, задеплоить этот сертификат к сайту. Окей, но еще что я хотел показать. После того, как вы создадите здесь свой профайл, аккаунт, попытаетесь создать доменное имя, у вас будет ваша такая панель. Вам предоставятся различные данные и в принципе на всех хостингах они плюс-минус одинаковые. Есть какой-то юзернейм, какой-то пароль, какие-то данные. И чтобы детально получить, как что-то задеплоить, вам нужны FTP детали вашего сайта. И в принципе вот здесь они есть, можно посмотреть отдельно и на панели. Есть панель, есть FTP аккаунт, можно в нем посмотреть, но здесь прям не все будет. И на различных хостингах есть различные FTP детали. Что такое FTP? Это протокол передачи данных по сети, файл-трансфер-протокол. И можно работать с ним, то есть реализуя разные протоколы, разные приложения позволяют вам записывать или деплоить различные варианты файлов с помощью сети. Например, такие клиенты, как FileZilla или другие клиенты, даже Total Commander имеет FTP протокол. То есть имеет программку, реализующую этот протокол, и можно через него тоже что-то деплоить. Также, например, встроенные IDE, которые работают с сайтами, например, тоже имеют FTP протокол. И мы посмотрим, как можно через них тоже что-то деплоить. Давайте посмотрим на FileZilla. Скачивайте FileZilla. После этого вам нужно предоставить данные о хосте. Давайте посмотрим сразу вот здесь. Если мы переключимся сюда, то здесь будет видно FileHostName. Вот этот FileHostName мы можем забить сюда, потом юзернейм сюда. Пароль у вас здесь, можно его показать. Тоже сюда. И порт по умолчанию 21. Для данного FTP клиента, для данного хостинга. Дальше можете нажать QuickConnect, и у вас один раз законнектируется сайт. Чтобы его запомнить, можно нажать сюда, создать новый сайт и заполнить все эти данные. Нажать Connect. И оно будет теперь доступно из этой вкладки. Можете потом нажимать Connect. Можно сделать по-другому. Можно использовать... А, я еще не все показал. Обычно в таких сайтах есть различные корневые папки. Их желательно не удалять. Есть какая-то одна корневая папка под ваш сайт. Например, я нажимаю на вот эту. Здесь обычно размещается информация, что сюда кидайте ваши файлы. И вот она, вот содержимое. Если я перейду в root, то вот справа здесь показаны те файлы, которые здесь содержатся. Я могу перейти сюда, и здесь показаны эти файлы. Я их просто уже скопировал. Здесь, по идее, будут какие-то служебные файлы, либо будет пусто. А корневые папки называются по-разному, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. И все, что нам нужно сделать, это скинуть файлы. Например, если у нас React-приложение, из React-приложения сюда. Но скинуть файлы, подготовленные через build. То есть убрано все лишнее и оставлено только то, что нужно для сайта. Как сбилдить сайт? Если мы перейдем в наш пакет JSON, если мы используем стандартные настройки, то здесь у нас в скриптах написано build. И можно написать эту команду, а можно использовать более сокращенную. Как бы нам нужно написать npm run и дальше все, что у нас здесь есть. Например, run build. После этого у нас сбилдится наш проект и создастся здесь слева папка build. Мы видим папку build. После этого ее можно открыть в Explorer. И вот эти все файлы, кроме static файлов, их нужно скинуть отдельно. Можно запаковать в архив, а потом перекинуть через, например, ftp-клиент. То есть здесь можно открыть наш файл, например, build. Здесь мы копируем, кидаем сюда. Можно напрямую не делать zip. Но можно вместо файл-зилы использовать встроенный ftp-клиент в WebStorm. Для этого можно перейти во вкладку Tools, Deployment и Configuration. Дальше можно создать свою настройку ftp-ftps. Например, как-то назвать. Давайте назовем по-другому. И здесь прописываем то же самое. Host, Username, Password, RootPath. Это то, что мы видели на сайте, куда будут грузиться наши файлы. В данном случае это будет вот эта папка htdocs. Сюда ее прописывать можно. И дальше URL нашего веб-сервера. В данном случае его здесь прописал. Это доменное первое имя того хоста, куда мы будем грузить сайт, например. После этого нажимаем ОК и после этого можно обратно перейти в Tools, Deployment, Browse, Remote Host. Либо на вот эту штучку нажать, Remote Host. И у вас откроется в этой root папке уже все эти файлы. Мы тоже можем взять отсюда и все это, грубо говоря, взять и перенести. Давайте перенесу только не отсюда, а просто отсюда что-то. Например, вот так в эту папку. И оно подгрузилось нам на сервер. Но здесь нам не нужна такая разметка. Мы ее удаляем. И вот у нас уже все файлы. И все готово для Deploy. Надеюсь, это тоже было интересно и полезно. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok